Да, туда смотри, а не в экран. Хорошо, Саша. Хлопни. Да, держи. Этой снимаешь, а этой пишешь камень, а этой звук пишешь. Кошмар. Вот так, держи. Всё, я вот отлучаюсь. Ребята, я вся напичкана техникой. То есть в один микрофон я свищу, в другой я снимаю. Честно, мне это нелегко, меня посадили в какую-то гримерку. Сука, и этот пидорас мне, да, снимает? О, господи, ребята, ну что, о чём вы хотели со мной поговорить? Ну почему Саша шапок на меня называет в мужском роде? Заебал, блядь, он меня. Сука, уйду от него к своему продюсеру, Валентину. Вы же думаете, где я сейчас нахожусь? Я вам покажу свои бабки сейчас. Знаете, что это хрустит? Моя капуста, потому что у меня не пусто. Теперь, если хотите иметь дело со мной, вы должны хорошо подумать. У тебя что, мама работает на этом? У меня такое ощущение, что у меня спонсор, продюсер стал Монетный дворчик. И я, наверное, хуёво, блядь, смотрю среди вот этих колокольчиков. У меня, оказывается, у Саши все хотят купить. Я охерела, когда узнала эту новость, что, оказывается, за меня уже торги ведутся. Я никуда уходить не собираюсь от этого кобеля. И ни на какие предложения не ведусь. Оно мне не надо, потому что мне, как всегда, три раза прахнут. На четвертое отдадут. Короче, девочки, давно с вами хотела поговорить на такую тему, как энергетика. Ой, кобылы мои дорогие. Ну что вам сказать? Ну и нема в тебе энергетики, ни хера в тебе не будет. Вы знаете, вы можете быть полными. Ну, большинство так оно и есть. Вы можете быть худыми. Почему, наверное, вас не любят парни? Ты можешь быть, ах, о, кстати, отбивая те кошелки, которые разу ни с кем не спали, но такое ощущение, что это идёт проститутка. Или наоборот, когда ты пьёшь, бухаешь и ведёшь разгульный образ жизни, а все думают, что ты монашка. Это всё зависит, наверное, от энергетики нашей. Той подачи, которую мы с вами вместе несем, вы должны быть охуенными. Зачем тогда жить? Иди убейся об стенку головой, если ты ноешь постоянно, что у тебя херовая кожа, что ты никакая, не худеешь, хотя, типа, делаешь вид, что ты на диетах. Ну, давай не будем себе честно врать. Ты ни хера не делаешь в своей жизни. Ты только, блядь, ноешь, ноешь и ещё раз ноешь. Ты не умеешь себя подавать. Знаешь, ты можешь одеться за 10 тысяч на Бессарабском квартале, да? А оно будет выглядеть дешмански. А можешь одеться в сэшке или в каком-то там херне за 50 гривен... Ой, сейчас такое, блядь, даже мета не хватит обругать. Ты можешь одеться за 300-400 гривен и быть охеренной сучкой. Надо уметь себя подавать. Мужики любят мясо. Ты должна это знать. Если в тебе нет мяса, ты нахер не нужна. Ты гладильная доска. Боже, как у меня болит рука. Ребята, у меня так меняется тело. Начали расти сиськи. У меня такая боль в груди. Именно не от того, что... Именно... Ну, там где эти молочные железы, да? Жопа округлилась. Вот этому я рада. У меня теперь жопа, как у Никки Минаж, да? А, ну приходишь ты с ним в ресторан. Такая вся зашла, красота, села. А тебя даже не хочется слушать и видеть. Потому что ты никакая. Ты сидишь. Пизденку помыла. Сама отполировалась. Отшлифовалась, да? И думаешь, ох, сегодня будет мне счастье, Новый год, да? Засануть мне по самые помидоры Пикачу. А тут не могу. Потому что тебя не хотят. Ты можешь быть супер охеренной для себя, да? Но тебя никто не хочет. Не тамагочи. Ты должна уловить то, что ты женщина. И быть... Это взгляд. Это харизма. Это умение, кстати, быть не тупой. А найти... Даже про футбол поговорить. Даже если тебе этот футбол нахер не нравится, как мне. Кстати, я не люблю футбол. Я один раз была на футбольном матче. И то перепутала эти, блин, где сидеть. И сидела за противоположную команду. Я думала, что меня там грохнут. Но я честно болела за того футболиста, который мне нравится. Он постоянно матерился. Я был очень накачанный. Девушки, наверное, бы смотрели бы футбол, если это был бы сериал. Мы бы даже все имена футболистов выучили. Правильно? Потому что футболисты очень стильные и красивые ребята, кстати. Женам футболистов повезло. Мимо того, что они зарабатывают до хера денег, они еще хорошо выглядят. Девочки, читайте книги, ну хотя бы листайте журналы модные. Развивайте свой кругозор и несите себя. Поддавайте себя. Потому что, честно, наверное, вот из-за того, какие сейчас стали женщины, мужчины стали пидорасами. Ну вот честно. Сейчас парни больше за собой следят, чем женщины. Это печально. Бабы, мы теряем мужиков. Опять я буду этот лозунг, наверное, по жизни. Ну реально, когда ты видишь, когда баба сидит в перегаре с 12 мужиками, пьет пивасик и курит игу, и еще сидит на картонах, да, как губ стайл, блин, и еще, наверное, пострижена под наулса, то это страшное дело. Кто тебя захочет? Только бомж. Мы сами воспитываем так этих мужиков, что они стали слабыми. Что они сидят на шее женщин. Честно. Но я не говорю про всех. Все в наших руках. Тем более в наше время женщина может все. И возле сильной, красивой, умной женщины будет настоящий рыцарь. Я вас люблю, целую, напиздело как могу. Ваша трансуха Анжела. Спокойной ночи. А что я не выключу? Блядь, оно не выключается, Саша. Как обычно, у тебя эта пипка не работает. Саша, когда у тебя начнет пипка работать? Ну Саша, блядь, выключи мне. Оно не выключается, так поебеть. Купите уже, Саша, блядь, купите уже, Саша, этот телефон. Ты не можешь выключить? Я не могу.